Подзаголовок. Поручение Баал-Шемтова Рабе-Йосефу. В 5495-1735 году Рабе-Йосеф был впервые у Баал-Шемтова и только через 15 лет, в 5510-1750 году, Баал-Шемтов дал Рабе-Йосефу, который стал к тому времени любавическим магидом, первое практическое поручение. Однажды в праздник Шавуот, который Рабе-Йосеф провел у Баал-Шемтова, последний пригласил его к себе и дал задание посетить Сморгонь на обратном пути в Любавичи. В знаменитой тогда Ешиве-Сморгоне учился молодой человек по имени Иссахор-Дов из местечка Кобыльник, сегодня Нарач, примечание редактора, что около Минска. Рабе-Йосеф должен был по указанию Баал-Шемтова взять этого Ешивотника себе в зятья, выдав за него свою единственную дочь. Понятно, что Рабе-Йосеф выполнил это поручение Баал-Шемтова. Прибыв в Сморгонь, он сразу же встретился с Иссахором-Довом из Кобыльника и предложил ему руку своей дочери. Рабе-Йосеф-Иссахор-Дов охотно согласился стать зятем Любавичского Магида. Было решено, что в течение года Иссахор-Дов продолжит свою учебу в Ешиве. В течение этого года Рабе-Йосеф-Иссахор-Дов подружился с одним гениальным юношей из Минска по имени Менахем Мендл. Этот Раб Менахем Мендл временно занимал пост Рош-Яшивы, которым тогда был Рабе-Зорах-Эля-Кретингер. Это именно тот Рабе-Менахем Мендл, который впоследствии стал одним из столпов хасидизма. В начале месяца Элуль 5511-1751 года Раби-Иссахор-Дов прибыл в Любавичи, стал зятем Раби-Йосефа и остался в Любавичах на материальном обеспечении своего тестя, продолжая усиленные занятия Торой. Число молодых людей-талмудистов в Любавичах было невелико. Желающие изучать Тору в Любавичах не оставались. Они предпочитали учиться в больших Ешивах того времени. Одна из таких Ешив была в Минске, а другая в Витебске. Для школьников было тогда в Любавичах восемь учителей, три учителя для начального обучения и пять для изучающих Талмуд. Субтитры создавал DimaTorzok